я его включаю она не включается я с ним разговариваю а ну непонятно добрый день скорее всего это пойдет второй серии ну даже если не второй подумаешь два раза пожелать здравствуйте я здравствуйте я это хорошо всем привет всем привет вы у нас на канале пришла моя помощница с длинными ресничками ой никак она не может сегодня она ночевала без меня поэтому она показывает свое расстройство по этому поводу вчера она отказалась кушать а вчера она отказалась кушать потому что поняла что мама собирается уходить сейчас мама будет в гости да мама будет в гости не нервничая мама обманчивается так вот я села стегать стегать я решила темно-голубой ниткой но я еще не решила может быть все таки не всю эту сумку вернее переднюю часть скажем так титульную может быть я по светлому и по небу простегаю голубы и там где типа и там где типа вода а может быть все таки зелень я простегаю бронзой темной наверное так на все таки два цвета придется делать ну все я перевожу на руки я перевожу на руки и может что-то новое увидите когда я буду там делать свою стежку потому как потому как потому как хочется показать это конечно не мастер-класс который прям вот и до ну и может быть для начинающих сложновато но я честно говоря сама только в ноябре начала увлекаться плоскутным шитьем вдруг меня переклинило на эту пиццу и вдруг у меня родилась в голове художественная пицца и я соединила свое желание научиться стягать свободноходовую вышивку еще и все это в кучу все эти аппликации все эти пиццы поэтому я перевожу на руки и потом может быть на ускоренной съемке покажу может быть получится повезет в одну серию вместить наверное приготовление пиццы в одну серию а изготовление самой сумки ну это наверно все таки будет другая серия это я потом решу простите за отступление простите за мою может быть излишнюю болтовню поговорить мне есть с кем но я просто люблю поговорить поэтому я разговариваю везде поэтому кому не нравится разговаривать идите там где ловят рыбу ну лакусичка вот она пытается теперь с тыла зайти она с тыла пытается зайти мама здесь работает я надеюсь хорошо видно я уже начала но я не стала включаться чтобы не отвлекаться здесь была очень скрупулезная медленная работа и потому что что-то особенно секретная и сложная а потому что вот видите выпадают кусочки было очень сложно скалывать в этот раз выпадают кусочки я чтобы уже не отвлекаться на это все я начала чтобы основные мои моменты не падали я начала как бы единолично сейчас я примеряюсь что я могу в первую очередь а что во вторую делать этот вид стежки ну это я так решила этот мой вид стежки скажем так он не требует он не требует от меня прям вот стягать не отрываясь конечно это в идеале очень было бы здорово но так как видите но так как в моем случае это очень сложно сделать поэтому я позволяю себе строчить стежку строчить стежку без без отрыва не всегда я еще так толсто наложила поэтому а основной рисунок хотелось бы сохранить там где будет зелень там конечно я смогу совершенно свободно пройтись все здесь я прихватила здесь я пока что оставлю в покое и у меня не всегда обрезается нижняя нить почему-то поэтому я буду периодически туда подглядывать так этот кусочек мне нужно будет конечно же вложить постараться обратно я догадываюсь где он был так ну я думаю немного виден уже да это я не рассчитала так ну здесь будет наверное чуть попроще и я опять не надела свои перчатки я знаю где они лежат но мне так неудобно честно говоря в перчатка может мне одну руку одеть может мне одну руку одеть а какую а какую одеть ладно сейчас попробуем в перчатках но иногда удобно иногда неудобно когда вот такая скрупулезная работа то мне не совсем удобно так конечно в перчатках меньше скользит так что такое так я прохожу сначала самые основные моменты а уже потом буду здесь можно здесь можно так так я наверное пока здесь оставлю видите я я по ходу решаю как мне как и куда мне пройти здесь я скорее всего сделаю только по голубым да будет несколько цветов видите как я меняю свое решение поэтому здесь все зависит от вашей фантазии и от вашего решения правила такие какие правила вы себе придумаете такие правила здесь и работают если бы я решила выдержать в одном цвете вообще я уже пришла к выводу такому что если делать в одном цвете то это должна быть либо нить которая очень подходит под ваш верхний слой либо нить которая соответствует основному цвету рисунка который внутри это вот такое наблюдение либо тогда уж соблюдать совсем все по цветам если идете по веточке по зеленкой значит ставьте зелененькую ниточку если идете по красной розочке ставьте красную розочку у меня вот серо-голубые цветочки я по ним пройдусь я постараюсь все эти вспомогательные рисунки пройти одной строчкой чтобы не ходить туда-сюда и усиленную двойную строчку я пущу только там где основной мотив рисунка будет идти я считаю это правильно и вот таким образом видите рождаются какие-то правила уже в этой стежке красивой в этой моей красивой стежке а так заманчиво пройтись по пройтись сразу по всем этим моментам лапка очень хорошая я не помню сегодня я говорила или нет у меня лапка от женомки не от бразера бразер я разбила а так как у нас вообще сложновато сейчас ну как бы есть товар но видите вот я обратилась мы говорят от бразера нет заказывать мы сейчас не будем что у нас полно товара но она подойдет посмотришь нюансы но она подойдет да она подошла идеально нюанс в том что у меня на машинке два вида прямой строчки один по центру один со смещением если я смотрю вот как бы сюда со смещением влево вот этот нюанс и нужно следить чтобы не оставить о простите ой прям не знаю как быть слушайте ну не знаю как быть хочется хочется сделать прям супер супер идеально вот не могу сама сама вроде решила для себя а теперь сижу ей с сомнениями лучше с сомнениями чем отрезать отрезать и переступать конечно если есть возможность лучше пройти по краю это вот точно это я точно тоже для себя понимаю сколько возможно сразу убираю я почему со средины еще начала потому что может морщиться и когда вы начинаете со средины проще тогда вот распределить строчечку поэтому тоже обращаю ваше внимание на то что на то что лучше а и потолку тут бы я не забыла показать как я выхожу из положения когда у меня получаются морщинки слишком как я хитрю и выхожу из положения да и главное вовремя убрать иголку даже если иголка находится далеко от ваших пальцев и вы в принципе не попадете на иголку ну в смысле от пальцев от лапки и вы понимаете что вы не попадете на подогулку которая шьет на ту иглу которая булавка на ту иглу которая булавка но все равно ее лучше убрать из-за того что вам так будет удобнее строчить вам так будет удобнее строчить ну и кручу я конечно верчу красиво прошить хочу я поставила здесь голубенькие вставочки ну это же у меня как будто бы водичка понимаете поэтому я такую стежку делаю как будто волна идет я надеюсь я понятно показываю и рассказываю перчатки я опять сняла телефоном меня отвлекли ой прошу прощения кофе у меня уже остыл там где вода я так делаю визуально как будто бы это волна идет такую волнистую делаю линию ну если делать ровную знаете ровная линия хорошо там где она должна быть ровной как же мне вот это как будто бы такое строение здесь идет мост там же мост я хочу посмотреть сейчас я хочу посмотреть где мне еще голубую пустить ниточку я не хочу темную нитку если здесь и будет может быть зелень может быть бордовая нить но ни в коем случае я не буду ставить темную не хочу так мне нужно прихватить мне нужно прихватить и показать что это вода мои золотистые вот эти кусочки золотистые серебристые чем я буду делать потоки воды когда у меня закончится этот мой этот кусочек прошу прощения забыла на чем остановилась что я хочу сказать когда если вдруг у вас получилось вот такая знаете как бы ну горбулёк такой вот прострочили допустим тут и вот тут ну как бы это так поближе и у вас вот тут допустим так сморщилась и получилось как бы ну лишняя ткань которая вот ну вот тут вот лишняя то я знаете что делаю я беру делаю ну допустим видите тут рисунок я хоп посредине первое что делаю допустим раз кружочек обвела потом раз допустим вот тут прошила ну и как бы так начинаю там-там-там со середины опять же и так она потихоньку разгоняется и вот эта большая как бы морщина она как бы знаете так ну так растягивается обыгрывается и покуда вы уже перестрочили ее уже не видно ну в общем такая хитрость постоянно кто-то отвлекает я теряю нить я теряю нить разговора теряю нить разговора так я не кстати приболела до зимой то это как будто бы знаете ожидаемо хотя тоже не очень хочется пришлось устранять аварию я не заметила у меня нижняя часть основа зацепилась и пошла зацепилась и пошла не туда может это и к лучшему я за это время покуда порола и поправляла я поняла как я оформлю этот край что-что этот край я оформлю голубой ниточкой мелкие цветочки и дублендятся на этой ткани я решила раз этот теплый кусок серой ткани с лесником это вот как раз то о чем я говорила я поставила джинсовые кусочки мне не хотелось искать ничего другого нужно было уплотнить выпадают у меня куски я рано вытащила несколько иголочек и не пошла туда ладно я пока подкалю потом я туда приду поправлю сейчас я уже уделю внимание этому краю что я хочу понимаете чтобы не возвращаться к одной той же нити и бесконечно не ставить туда-сюда одну ту нить я хочу с этой с этим цветом закончить как тут рисунок идет я просто повторяю где-то просто волной пускай а где-то повторяю именно по рисунку здесь по краю перейду сейчас опять же там у меня спрашивали какой размер стежка я ставлю смотрите не в вышивке не в стежке в общем то не ставится размер стежка я могу поставить на зигзаг это да это я вот такое дело дело так все по этой стороне я закончила выхожу на краю обрезаю нет я пока родилась у меня есть еще один цветочек который я могу обкормить именно голубой нитью да гордовая просится здесь конечно ниточка к сожалению у меня нет зеленой нити этого качества эта машинка не хочет брать вышивальную нитку шелковую которую прекрасно кушает моя швейно-вышивальная машиночка опять же обратите внимание я все время прохожу я все время прохожу за кусочками у меня очень ответственный момент я тебя очень прошу не отвлекать меня и не мешать мне все основные строчки я стараюсь сделать от середины вот сначала я от середины к краю пришла теперь вот я опять иду от края к середине и уже здесь буду идти в другую сторону вот у меня тут масса сереньких цветочков которые я как раз осветлю как бы это же вода у меня этот кусочек ткани делает из себя воду прикидывается водой в общем то так а здесь у меня явно кусочек один вылетел вот где то я его тут откладывала ага вот он вот он сейчас я его верну обратно без без особых ухищрений потом все это проутюжится потом все это ух ты такая чувствительная машинка прям куда не дотронуться сразу же хоп лапка сработала хоп еще что-то такое выстрелило а это как будто бы уже кусочек берега и на него вода клещется так здесь можно еще самое главное я говорила что в этой своей пицце у меня цель не очень сильно делать прорисовку буквально в один слой я сделала буквально ну как в один слой в одну строку в одну строку я делала если допустим панно когда я делала то панно я по несколько раз проходила здесь у меня цель другая поэтому здесь я много выпало у меня кусочков мелких кусочков это не так страшно но это но это и не совсем как бы хорошо из-за того что это портит мою художественную задумку давайте я может немножко вот так разверну у меня такое впечатление что камера сама иногда куда-то отъезжает так буду потом смотреть где мне какую скорость пускать как мне обработать сейчас опять же обстрачиваем основные проходы с этого края с этого края у меня получилось очень много мелких кусочков и эти мелкие кусочки можете себе представить норовят норовят куда-то выскочить так вот здесь я могу уже вытащить во первых я могу уколоться во вторых я очень не хочу попасть иголочкой на булавочку я уже довольна ой ой такое впечатление что у меня глаза бегают вместе с иглой да еще раз не помню говорила не говорила повторю еще раз периодически спрашивают в комментариях люди как стежок как вы настраиваете стежок у свободной ходовой строчки он никак не расстраивается вы сами регулируете ход своих пальчиков и своих ручек поэтому поэтому очень просто все происходит все очень просто происходит все я могу теперь беру внимание к этому краю в тех местах я предполагаю как будто бы это у меня кусочек ткани неба я делаю такую строчку типа мозги ну почему я говорю типа мозги потому что ну это не похоже на мозги но что-то ну что-то отдаленно напоминающее потому что мозги стежка стежка мозги как-то по-другому выглядит она у меня еще она у меня еще нигде как-то не не присутствовала это стежка поэтому это не стежка это что-то такое не это как будто бы небо поэтому я обвожу голубой ниточки вот как я здесь наложила толсто как толсто я здесь положила только сейчас я это поняла но уже мне никуда этого не деться поэтому будем строчить как есть я стараюсь руками не закрывать поэтому ну не знаю надеюсь вам все видно все понятно мне очень хочется не просто поболтать а поболтать результативно поэтому с одной стороны я очень стараюсь сейчас я гая я тебе обещаю это последний лепесток такой на литочку порвалась Ай блин укололась для того чтобы ниточка проскочила здесь нужно поднять лапку у меня если лапку не поднять нитку не заправить все так продумано не знаю может и в других машинках так же но в этих электронах это 100% так единственное что у меня очень плохо у меня перестала затягиваться нить иногда мне сложно затянуть из-за того что край пушится я не могу ты посмотри коротенький кончик что такое ну что такое я уже начинаю спешить обязательно своей машиночке нужно помогать когда вот такое пустое сейчас я близко к башне я не хочу приближаться несколько раз здесь я обрезаю очень хорошо что у меня при обрезке нить уходит внутрь на изнаночную сторону шитья простите не машинки не машинки так так чтобы много хорошо тоже не хорошо но и пустые промежутки я тоже не хочу оставлять все мне показалось фух мне показалось так теперь мне нужно пройти вот по этой стороне небо нашего небо небо тучки тучки вот тут вот тут у меня будет идти наверное золото чуть-чуть пройдет все и я возвращаюсь в верхнюю часть верхнюю часть вот тут я еще раз повторяю некоторые контуры там где-то цветочки я потом уже когда все закончу я покажу поближе весь этот рисунок конечно чтобы было понятно что я тут повторяю так все будет просматриваться еще несколько раз поэтому пока я могу успокоиться и подумать смотрим видите вот то что я говорила ух ты съехала куда-то то что я говорила будет морщиниться вот сейчас это заморщинилось но здесь я буду строчить еще делать строчку мне нужна здесь фактурная строчка просто я хочу подумать да я сейчас синим цветом сделаю потом здесь будет все бордовая или темно-коричневая или бордовая вот эти части все и я хотела зеленью пройти я хотела пройти еще зеленью но вот я думаю наверное не стоит наверно только бордовая хотя может быть все таки и вернусь к идее с зеленью так подбираюсь я поближе здесь у меня будет очень ответственная строчка здесь нескольких частях будет очень ответственная строчка так как это металлическая конструкция нам же нужно сделать видимость видимость того что там где-то идет где-то капронная нитка прицепилась я не пойму я конечно понимаю что кто очень хочет что мне даже не буду говорить это слово куда есть некоторые места где нужно пройти один раз есть некоторые места где нужно пять раз пройти то есть вы конечно сами для себя решаете потому что чем больше раз вы прошли тем сильнее будет выделяться именно то место где-то можно свободно пройти где-то нужно обязательно точно точно прям след в след поэтому ой я надеюсь видно какая красота я понимаю что это такая эфелева башня знаете эфелева башня мои мечты это будет звучать так я даже стараюсь чтобы там где я рисовала ручкой чтобы эти места как бы мимо прострачивать как бы рядом может быть иногда чтобы рядом не пошло это какой-то создаёт знаете такую как бы это сказать ну как перспективу как 3d очень увлекательная пикник очень увлекательная пикника так ну я же знаю что там на верхушке на пике там еще такой типа квадратика вот тут поэтому мне нужно прийти к этому квадратику сделать его и прийти к нему очень так аккуратно я его рисовать не стала потому что он самый такой как бы менее заметный заменила я ниточку на бордовенькую теперь темно-бордовую надеюсь потянет ее машинка вернее машинка то ее потянет но она это ниточка очень нежная и тонкая это не бескодный шелк это какой-то другой шелк это по-моему даже из старых запасов моей мамы насколько я понимаю это натуральный шелк еще это уже совсем остатки натурального шелка из маминых запасов так как я им больше ничего не делаю и мне все равно хотелось бы расхламиться я уже добиваю все остатки от мамыных ниточек так как же мне перейти то нет здесь не нужно переходить здесь я перейду вот таким образом ярко-красные здесь и есть ниточки цвет ярко-красный но его не стоит выделять такими же яркими нитками будет хуже поэтому я строчу бордовым цветом вот опять же то о чем я говорила смотрите вот тут у меня получился горбулёк видно его? видно и вот по нему я сейчас начинаю со средины буду строчить до тех пор покуда не уравняю так чтобы ну да не сейчас я это буду делать это я буду делать бронзовой ниткой но тем не менее вот в этой части вот в этой видно мой палец у меня съезжает во время строчки видимо вот вот тут у меня тоже получился горбулёк и здесь красная вот отсвечивает но я ничего не могу сделать так светит съезжает светит лакусичка миленькая моя девочка собачечка я занята я работаю поэтому подушка моя тебе придется ожидать покуда я не освобожусь когда ты мне принесешь своего ослика ну она уже смотрит по сторонам где он находится вот раз я его назвала по имени это существо в целом она думает мне его притащить сюда хочется чтобы это было похоже на цветы и там где очень четко видно что это вот цветок и песок я все таки стараюсь его повторять там где-то просто мелкие цветочки ну можно делать такое подобие это у нас горды без резких пересечений хотя хотя мне нужно делать пересечения чтоб все таки лишний раз не отрезаться ну я это смело делаю я себе позволяю все ой какая красота правда красота неописуемая слушайте ну почему же многогранная эта техника ниточка бордовая уже у меня заканчивается а я бы еще хотела с другой стороны а ну иначе что-то найду похожее значит найду что-то похожее я никогда не считала точно сколько у меня оттенка но на самом деле очень много у меня в запасе около 150 получается если единиц ну и не больше чем по 3 одного цвета около 50 цветов но это на самом деле очень мало на самом деле это очень мало для вышивки это ну буквально ничего смотрите сейчас я покажу поближе вот вот эта часть уже прям выровнялась но я потом когда пригмажу осталось чуть-чуть совсем вот тут то есть я опять же начну со средины и начну разгонять разгонять этот горбулёк и все нормально разложится сейчас я сделаю вторую сторону вот это все хорошо но шпулька цепляет там где у меня как будто импровизированный мост я хочу пройти еще темно-коричневой ниточкой чтобы это выглядеть действительно как такая конструкция это требует более такого осторожного осторожного подхода и опять же кое-где я буду проходить одним рядом кое-где я пройду двумя двумя ну тремя чтобы где-то выделить а где-то наоборот ну просто обозначим это вы решаете сами для себя во время уже собственно стежки самой потому что в процессе работы вы вдруг начинаете понимать что нужно где-то пройти два раза где-то три раза где-то разочек ну вот основные позиции не пугайтесь это шелестит моя собачка ей обязательно нужно находиться по возможности у меня на голове на коленях если не получается на голове на коленях посетить ну а если же не получается на коленях где-нибудь совсем рядышком я ей позволяю это делать потому что мы очень любим друг друга с ней она у меня очень милая очень послушная девочка вот тоже там где был этот мой импровизированный мост очень топорщилась очень а сейчас вот я прошлась и уже не топорщится так вот я смотрю два раза прошла нет этого мало нужно пройти третий раз вот все познаются не торопясь смотрите прошли одну строчку посмотрели прошли вторую посмотрели и решаете сколько раз нам нужно пройти я думаю три раза достаточно было бы оно потоньше на такую очень полоски синтепона для некоторой пухлости если кому интересно можете посмотреть мои предыдущие видео там я показываю как я использую куски синтепона которые я ровняла обрезала ну и чтобы не выбросить я прям полосочки раскладывала и здесь я повторила тот же фокус я раскладывала полосочки синтепона полосочки синтепона промежутками а теперь у меня такая фактурная видите получается получается такая фактурная фактурная ткань от время от времени режет время от времени совсем не режет нижнюю ниточку от шпулечки так осталось совсем чуть-чуть раз два три ага четыре четыре прогона и у меня уже готова ткань я сегодня уже наверное не буду приступать к сумке я ее ходу на завтра все таки я не очень хорошо себя чувствую я сейчас его погоняю вот я сейчас отлично так здесь я могу остановиться теперь я здесь сделаю вот вот видите приходится не хотела обрезать приходится постараюсь каждый раз думаю да ладно я не буду обрезать потом в конце самому обрезаю каждый раз я не могу я постараюсь сразу делать начисто это победит этот веточка это наберем пресс-мирать теперь все это будет последний цвет который сегодня работаю с этой с этой пиццей. Мне нужен здесь зеленый. Был бы темно-зеленый, да. Не вопрос. Темно-зеленого у меня нет. Того, который машинка наверняка возьмет. Бесконечно рваться и ремонтироваться мне не хочется. Поэтому я сейчас вот там, где четко идет по рисунку конкурс, я его обязательно прохожу и выделяю. Если не видно, я потом обращу внимание, где я делала завиточки, я вам покажу. Где листики, я стараюсь сделать прожилки. Мне нравится. Чтобы листик был, у него обычный листик. Осталось вот тут. Осталось вот этот пухлячок и осталось вот эти цветочки, вот они, если вы видите. Сейчас я их, все эти пухлячки превращаю в цветочки. Цветочки я выделю некоторые двойметрой строчкой, чтобы немножко разбить акцент картинки. Все-таки на несколько, на несколько частей. Мне кажется, это правильно. Поэтому я сейчас не явно цветочки обраду какому-то еще раз. Такое впечатление, что я не пальцы наложу, а глазами. Все тут паника, честное слово. Кому интересно, уходят такие катушечки небольшие, наверное две. На такой кусок. Ну во всяком случае у меня. Я заметила вот тут еще. Хотелось бы обойти. Так, ну все, теперь я могу очень видно идти. В этой стороне я уже решила пройти. Один-два цветочка несколько раз, чтобы акцент не прошел. Я вот сейчас подумала, нужно было найти какое-то слово и написать в стали французское. Не знаю уж какое, но чтобы это было понятно, что это французское слово. Не знаю. Подумалась мне так. То, чем я говорила. Вот я сейчас поставлю в середину. Кукло это в отверстие. Буду это кукло отверстие разгонять. Вернее, простите, куклое отверстие. Скажу поздно. Куклое место. У кого-то вкусное место, а у нас куклое место. Нам его нужно разогнать. Вот. Есть. Но еще ни разу не было такого, чтобы мне не удалось справиться. Главное, я вовремя это все заметила. Плаки начинают за полтора часа просить свою пищу. Специальная габель у слова пищи, а не как-то по-другому, потому что его она еще не знает. Вариацию, как вариацию. Надеюсь, вы меня поняли, что я имею в виду. У нее очень большой словарный запас понимания, у моей собаки. Ой, слушайте, какая красота. О, слушайте. О, слушайте. О, слушайте.